У Артёма Родионова врождённый порог сердца и гемофилия. Очень тяжёлая патология. С ней смертельно опасны даже малые разрезы на теле. Кровотечение просто не может остановиться. Но во время операции врачам было необходимо ещё больше нарушить свёртываемость крови. Любая кардиохирургическая операция, она проводится с применением антикоагулянтов. Так положено, иначе затрамбируется кровь, и фактически операция будет фатальной. Но, понимаете, применять антикоагулянты у больного гемофилии, когда у него и так факторов свёртываем нет. Вот в этом был самый сложный момент. В конце операции врачи должны заставить кровь свернуться, чтобы пациент не умер. Вот почему операции на сердце с диагнозом гемофилия считаются чуть ли не хирургическим чудом. Таких в мире было проведено всего шесть. Наша седьмая. Взятие ответственности за молодого человека и шагнуть в неведомое, это, конечно, немножко страшновато, но при наличии таких специалистов-профессионалов здесь это всё выполнено. Подобные операции ещё несколько лет назад были для нашего региона недоступны. Всё изменилось благодаря программе развития краевой клинической больницы в 2012-2014 годах. За это время в развитие больницы было вложено 450 миллионов рублей краевых денег. Теперь это десятки тысяч спасённых жизней. Характеристика очень высокого уровня на самом деле. Но можно на краевую клиническую больницу брать такие случаи и подобные. Это затраты, это риски. Но вместе с тем это выполнение той функции, флагмана, лидера, локомотива, о котором мы говорим. Сегодня в больнице подвели итоги реализации стратегии. В два с половиной раза увеличилось количество операций четвёртого, самого сложного уровня. Открыто отделение трансплантологии. Была проделана 31 операция по пересадке почек. Две трансплантации костного мозга. И это только начало. Сейчас специалисты должны разработать новую стратегию развития на ближайшие годы. Татьяна Гладкова, Андрей Печоркин. Наш Новости. Татьяна Гладкова, Андрей Печоркин.